День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Добро пожаловаться! Учёные бьют тревогу. Неизвестно, как дело повернётся, может ледниковый период начаться. Если человечество не предпримет реальных действий, в ближайшие годы нашу планету ждёт климатическая катастрофа. Потому что человек просто элементарно превращается в ледушку. Как её избежать? Да ну запретите вы пластиковые пакеты, от этого воздух чище станет. Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн ублекислого газа на душу населения. Слушайте по пятницам на Радио Болтком. Авторскую программу Константина Рангса. Климат-контроль. Действительно, только что называется, открыть ящик Пандоры. Ой, ну а мы открываем программу. Климат-контроль. Константин Рангс, журналист, учёный, пишущий о науке, морской геолог. С нами на прямой связи. Добрый день, Константин. Доброе утро. Доброе утро. Как всегда, мы, наверное, начинаем всегда с погодных прогнозов. Потому что, конечно, всех интересует погода на неделю. Тем более, что она такая с началом лета вроде бы потеплела. Наконец-то что-то были какие-то несколько дней более-менее напоминающие лето. Сейчас снова погода немножко испортилась. Сегодня обещают вообще проливные дожди. Надолго ли так вот затянется? Не будет ли у нас такое типичное прибалтийское лето, когда дождь, когда пасмурно, когда нет солнышка? Вот об этом первый вопрос. Ну, можно сказать так, что за минувшие сутки, я так внимательно, регулярно смотрел, как обновляются прогнозы. Обновляются они очень так быстренько, потому что у специалистов, в общем-то, нет чёткого представления, как разыграется борьба между циклоническими массами и антициклонами. Посмотрите на восток. На востоке волны жары. Там стабильное жарище. Но даже уже хотя бы от Псковской области уйти, уже там гораздо теплее. Я уж не говорю про центральные районы европейской части России. Опять же, посмотрим на запад, на юго-запад. Там тоже как бы тепло. Дело всё в том, что и там, и там действуют антициклонные массы антициклональные. С другой стороны, у нас тут как бы циклончики. И вот это вот столкновение воздушных масс, вот оно и приводит к тому, что возникает такая неопределённость. А вот в этих местах столкновения это как раз образуются вот эти самые ячейки, которые проливаются мощными дождями и сгрозами. Шквалистый ветер и всё прочие радости. Сейчас предупредсказывают, что такое будет в Северной Германии, у нас тоже могут быть. Но опять же, за минувшие сутки варианты были такие. Будут сильнейшие ливни, просто ливни, просто дожди. То есть вообще вот как вот сыграют эти воздушные массы до конца, до самого последнего момента не очень понятно. Но, тем не менее, погода в ближайшие несколько дней будет неустойчивая. И, скорее всего, периодические дожди уж точно над нами прольются. Можно ли сказать всё-таки, что эта погода получше, чем жуткая жара и засуха и для нашего сельского хозяйства, да и для здоровья людей всё-таки небольшая пасмурность? Для здоровья людей, конечно, это лучше. Тем более, что начиная где-то уже с начала следующей недели, погода должна быть в основном солнечная. Правда, она не будет не очень жаркая до 23-24 градусов. Идеально, идеально. Так вот ожидается, что не будет ни слишком сильной жары, но и, как говорится, холодов не будет и ливней тоже. Вот такой прогноз осторожненький. В общем-то, существует на следующую неделю, до следующей пятницы и даже до следующих выходных. Так что, в общем-то, всё у нас достаточно неплохо. Вот на юге Европы ожидают всё-таки действительно повышение температур, но это там для них тоже характерно. Насколько эти температуры повысятся, насколько это будет устойчивое повышение, пока тоже никто толком сказать не может. Но, как мы помним, дальние такие прогнозы, они показывают, что Европа, особенно юг Европы, этим летом должен пережить, так скажем, мощные волны жары. А вот, например, наши восточные соседи, их гидромедцентр предупреждает, что на просторах восточноевропейской равнины в июле могут быть очень сильные столкновения жаркого, перегретого, и вместе с тем, вот, арктического холодного воздуха, которые обязательно приведут к мощным ливневым дождям, к шквалам, вот, и, собственно говоря, к этому тоже нужно будет готовиться. Так что, собственно говоря, на данный момент впечатление такое, что лето у нас может быть весьма интересным. Что касается лета, всегда оно ассоциируется еще не только с жарой, но и с облаками пыли, которые, оставшись, может быть, даже вот с зимних еще времен, поднимается воздух. И я знаю, что проводятся периодические исследования европейских стран и вообще в мире по загрязненности воздуха, пылью. Вот какие, на каком месте находится Латвия? Насколько мы можем сказать, что мы более-менее счастливые вот в этом отношении страна? Вот именно ключевое слово, Олег, тут более-менее. Дело все в том, что мониторинг ведется постоянно. К сожалению, в Латвии это один единственный город, одна единственная станция. Например, у наших соседей в Эстонии таких станций три, в Таллине, в Нарвии, в Тарту. Это, как говорится, для них большой плюс. Ну и можно сказать, что, по большому счету, все определяется количеством взвесей вот этих самых микроскопических частиц, два с половиной микрона и меньше, и их количество также в воздухе. Так вот, возьмем, например, лидеров Европы. Лидеров Европы – это такие города, как Умео в Швеции. Это университет, такой большой центр, ну как, относительно большой. И Тампере. Тампере – это, кстати, производственный центр Финляндии. Вот там меньше четырех микрограммов литр. Вот это очень важный момент, что это, как бы, точка отсчета. Ну, например, в Таллине, в Саламанке, в Испании, в, допустим, в Стокгольме. Меньше пяти вот этих самых микрограмм литр. А как посмотрим на Ригу, то уже больше двенадцати. То есть, считайте, практически в три раза больше. И Рига находится даже не в первой десятке европейских городов по частоте воздуха или там двадцатке. Нет, 196-е место из 323. 196-е, то есть, это середина, получается, даже. Это ниже середины в рейтинге, да. Чем дальше, тем хуже. Но, опять-таки, ведь надо сказать, что нет такого плохого, чтобы не было бы еще хуже. Например, возьмите Венецию. Там, если у нас 12 вот этих микрограмм, а у них 22. И вообще, Венеция – 311-й город по загрязленности, запыленности воздуха в Европе из 323. Ну, а уж, конечно, дальше Кремоны. Это тоже Северная Италия. И Тенекти там 26 микрограмм. Но, слушайте, это в два с лишним раза больше, чем в Риге. 322-е место из 323. И тут очень важно отметить, о чем идет речь. Речь идет не только вот о той пыли, которую мы, что называется, вот уж прямо так физически, знаете, проехал мимо грузовик по пыльной дороге, и мы ее ощущаем аж на зубах скрипит. Дело все в том, что это те самые частицы, которые висят в воздухе, и мы зачастую их даже не чувствуем. А, как говорится, как с тем сусликом. Ты его не видишь, а он есть. Так и тут. Эта пыль, она присутствует. И ее чувствуют наши легкие. Когда мы дышим, эта пыль оседает на поверхности наших легких. Вот это очень важный момент. И пыль эта, это не только вот эти микроскопические алюмосиликатные глинистые частицы. Нет. В том-то и беда, и как показывают последние исследования, об этом говорят, что пыль, это, например, частицы сажи из двигателей. Особенно, знаете, когда вот, как называется, облака такие вылетают. Плохо отрегулированный двигатель, вот он дал газку, и у него там прямо черная копоть летит. Это для дизеля особо характерно. Но дело все в том, что и даже когда он работает, вот почему для дизельных двигателей, дизельных машин существуют сажевые фильтры специальные. Потому что там это проблема. Там вылетают микроскопические частицы углерода. Тоже небольшой подарок. Кроме этого, в процессе сгорания топлива углеводородного выделяется очень опасный канцероген бензопирен. И вот он тоже как бы прилипляется к этим микрочастицам. И попадает и в наши легкие с дыханием. Мы его даже не видим. Вот говорят, нельзя кушать шашлык, на нем много бензопирена. А тут мы дышим постоянно этим бензопиреном. Еще одна серьезная проблема. Это проблема, которую не решить даже полным переводом всех автомобилей на электротягу. Потому что шины будут по-прежнему резиновые. Так вот, одна из огромных проблем – это микропыль, которую создают автомобильные шины. Стираются о дорогу, об асфальт. Ну, конечно, мы же все прекрасно знаем, как шины стираются. Они стираются. Куда деваются вот эти самые… Вот эта резина, которая исчезла с шин. Она превращается в микропыль. И вот эта самая микропыль, тоже богатая различными соединениями, фенольные, там, да боже, там целый список. И вот эти все эти частицы, они тоже мы вдыхаем и нами. И это все в конечном счете очень сильно влияет на человеческий организм. Не только на органы дыхания, на кровеносную систему, на эндокринологические вопросы тоже с этим связаны. Там же ведь еще и много металлов. Металлы тоже ведь, смотрите, все изнашивается. И все это создают вот эту современную городскую пыль. И медики, специалисты говорят, что проблема пыли в индустриальных, в крупных городах становится действительно очень и очень большой. И летом она, сухим летом, она значительно обостряет. Сразу возникает вопрос, помогают ли маски медицинские, вот те, которые мы носили совсем недавно, против пыли? Помогают. Вот оно так как раз, по крайней мере, от этого они помогают. А респираторы вот эти, которые FFP2, так они еще лучше помогают. Только нужно это все одевать так, чтобы не было подсоса воздуха, конечно. Потому что, в противном случае, никакой пользы. Дышать тяжело, а душно, а, как говорится, все равно всасываешь эту пыль еще. Вопрос, конечно, еще более глубокий. Каким образом? Почему, например, в Таллине мы имеем чуть ли не трехкратное, а два с половиной раза, точнее, меньше частиц, чем, например, в Риге? Вот это очень серьезный вопрос. И просто так с кондачка ответить на него невозможно. Тут нужны исследования, чтобы это понять. Другое дело, что всегда можно предположить два варианта. Первое, это когда больше существует, так скажем, рельсового транспорта. Но это тоже не ответ. Второй еще вариант, это грунты, на которых стоит город. Все-таки, если посмотреть, Таллинн стоит в значительной мере на известняках. Это знаменитый Балтийский глинт, так называемый. Вот эти вот, где находится их Выжгород, там вот эти выходы, вот этих вот известковых пород, они очень хорошо видны. И, в общем-то, содержание глинистых пород в Таллине, тем более глинистых пород, которые, как говорится, разбиваются постоянно машинами, гораздо меньше, чем у нас в Риге. Мы, как говорится, Латвия стоит на песке и глине, это известно. Еще один важный момент. Никакого бы разбивания этих глинистых грунтов бы не было, если бы не ездили у нас машины по зеленым зонам. Ведь как часто приходится видеть, как автомобиль паркуется и выезжает на прилегающий газончик. Ну, тут встали, там встали. В конечном счете, газончика уже никакого нету, сплошное грязище. Грязище, а что такое грязище с точки зрения геологии? Как под микроскоп взгляните, сразу все становится понятно. Кроме органических останков, там огромное количество вот этих микроскопических частиц. Это пылеватые пески, посмотрите на наш пляж. Это не мелкие даже пески, это пылеватые пески в значительной мере. Очень маленькие частички. У нас много мест, где, если так начать просеивать, то мы обнаружим, что у нас много глинистых частичек. 0,005 миллиметра микроскопически эти частички могут висеть в воздухе, особенно когда вот солнечный день, они еще электризуются, они просто висят в воздухе. Мы их даже не замечаем. Но, тем не менее, эти частички, эти пластиночки, они есть. Так вот, как раз вопрос такой. Улицы должны быть промыты, чтобы на них не было пыли и грязи. Потому что любая грязь – это пыль. И наоборот. Поэтому улицы нужно мыть. Зеленые вот эти вот насаждения, вот эти газоны нужно укреплять, чтобы даже если на них машина заехала, чтобы их не размяла, никакого секрета тут нет. Существуют такие типа как решетки, которые просто вбиваются в газон. И по этому газону могут ходить люди, даже проезжать техника. Нерегулярно, конечно, но периодически раз заехать. И вместе с тем не будет тотального разрушения вот этого самого газона. Потому что, короче говоря, грязь не будет выбрасываться на дорогу. Вот об этом тоже можно подумать. Это очень важный момент. Поэтому, в принципе, сейчас говорят о том, что с учетом того, что климат действительно меняется, вот сегодня последние данные, кстати, вон тоже на портале МИКС было опубликовано о том, что вот по-американским ученым показали, доказали, что сейчас самое высокое содержание СО2 в атмосфере за последние 4 миллиона лет. То есть еще задолго до начала эпохи ледниковых периодов. Но, понимаете, вот это очень важный момент. Да, климат меняется, но это означает о том, что и мы должны меняться в своем отношении к окружающей среде. И поэтому одна из, как говорится, задач – это сделать город максимально чистым. Нужно бороться с пылью не просто переливаясь пустого в порожнее, а иметь определенную четкую программу. Это нужно делать, естественно, и зимой, и весной, и летом. То есть это целая программа, целая система. А помогает ли дождь справиться с пылью, прибивает ли он, очищает ли он воздух, и вот после дождя насколько чистым он является? Ну, это знает любой человек. После хорошего, сильного дождя дышится легко. В том числе потому, что он действительно падающие капли дождя. Во-первых, это нисходящий поток воздуха. Он все прижимает к земле. А с другой стороны, то есть огромная масса, мириады этих капель, они действуют как такие своеобразные прошеньки, создавая вот этот поток воздуха. С другой стороны, они как бы облепляют эти пылевые частицы и уносят в дождевую канализацию. Они моют улицы. Вот это тоже. И, кстати, задача какая? Задача, чтобы даже в случае сильных дождей не размывались, допустим, вот эти зеленые участки, чтобы, допустим, если идет стройка, с нее бы вот эта вся глина, песок, прочая муть не вытекала бы на соседние улицы. То есть вопрос ответственности. Но, тем не менее, дождь, это да, это очень хорошо, но дождь именно не такой, который вот так что-то там покапало и прошло. Хорошо бы, чтобы дождь был либо длинный, либо пусть он будет достаточно короткий, но такой интенсивный, хороший. Это будет очень полезно. То есть ливневые дожди, которые нам обещают, сегодня они тоже принесут и позитивные эффекты в этом смысле. Но если они не будут слишком сильными, тут опять большая беда. Если будут очень сильными, они много чего размоют. Это, с другой стороны, плохо. Вот как бы нам нужен дождь такой, чтобы он был такой дождистый, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы лишних бед не натворил. Ну, в общем, конечно, мы такие придирчивые люди, капризные, но вот что-то надо делать. Конечно, лучше в этом смысле финн. Ну, тут даже нечего особого. Ну, понимаете, когда вы живете в районе, который весь район стоит на скалах, на гранитных скалах, и вот идет сильный дождь, и вот эта вода бурлит, скачет по этим гранитным камням, скалам, сливается, быстро течет там речка Ванта по соседству. Все это стекает, вот, выгляд, кончается дождь, выглядывает солнце, и через минут 15-20 луж-то никаких-то, нет? Да и, собственно говоря, размывать-то было нечего. Ну, попробуй размой гранитную скалу. Им два миллиарда лет. До сих пор все размываются. Понимаете? И совсем другая обстановка. Порядок наводить проще. Жить на скале, это, как показывает опыт, это очень-очень хорошо. Но у нас такой радости нет. Вот, поэтому нам нужно фактически создавать свою систему. У меня возник вопрос, может быть, необычный, вот по поводу этих взвесей, которые висят в воздухе, пыли. На какую высоту? То есть, если мы говорим, например, о жителях вот в верхних этажей и нижних этажей, то есть вот, если здесь момент, когда мы открываем на верхнем этаже окно, мы наслаждаемся воздухом, потому что пыль, может быть, держится ближе к земле, то есть она не поднимается так высоко. Вот я видел исследование, сейчас уж не помню, это было, по-моему, лет пять или шесть назад, где как раз задавались вопросом, на какой высоте лучше открывать окна. И вот вывод был очень специфический, что, как бы, с одной стороны, явное дело, первые два этажа, и особенно если рядом дорога, то пыли будет больше, чем, например, на пятом этаже, на шестом этаже, на седьмом этаже. Но дело все в том, что где-то начиная уже с больших высот, уже попадаешь в зону действия той пыли, которая действительно сидит плотно в воздухе, она более мелкая, и она уже, что называется, циркулирует сама по себе. Но там есть плюс – ветер. И ее, если вы находитесь поблизости от таких зон, связанных, ну, допустим, ваш высотный дом стоит окруженный зеленью, и там дальше леса, например, то в этом случае, да, и вам хорошо. Но дело все в том, что в таких домах высотных очень часто либо стоят системы кондиционирования, они могут быть оснащены фильтрами. Ну, и либо окна, вот как я видел, такие достаточно небольшие, ну, узкие, чтобы случайно даже в них вывалиться нельзя было. Ну, есть такие проекты. Но общая идея такая, конечно, если вы находитесь, живете в лесопарковой зоне, то принципиальной разницы нет. А вот если вы живете вдоль дорог, то тогда лучше жить малость повыше, чем непосредственно в нижних этажах. Потому что в нижних этажах, кроме вот этой пыли, которая постоянно взвесь, это еще и та самая пыль, которая прямо-таки летит из-под колес. Посмотрите, вот когда едет по дороге, проселочной, едет грузовик, пыль же не улетает сразу, вся вот так в небо. Есть определенная высота, до которой она поднимается, а потом начинает опускаться. Вот это стоит просто обратить внимание. Вот это как раз первые два-три этажа. Вот такая высота. Но, опять-таки, повторюсь, что на трассах, где это движение постоянно, мы даже, я говорю, поднимается вот эта пыль, но ее мы не видим, к сожалению. Это требует серьезных исследований для каждого региона, потому что, опять-таки, пыль везде немного отличается, а в некоторых местах сильно отличается. Например, опять-таки, по данным европейского агентства окружающей среды, например, самые загрязненные в массе свои города – это Польша. Почему? Потому что там очень активная угольная генерация. Они получают электроэнергию в основе своей сжиганием угля. Ну, а зимой топятся углем. Вот там угольная сажа. И вот это их проблема. А, допустим, в других местах, в той же самой Италии, там огромное количество автотранспортов, промышленные предприятия. Там немножко другая проблема. То есть, собственно говоря, как бы проблема есть, но она везде имеет свою собственную картину. Ну что же, мы вот узнали много нового, интересного, и действительно о том, что, к сожалению, Рига находится только на 196-м месте по частоте воздуха, и нас обгоняют даже наши соседи, эстонцы, может быть... И литовцы тоже. И литовцы. Поэтому, в принципе, может быть, стоит обратить внимание на эту проблему, и даже вот каким-то образом подумать о том, что нужно делать, чтобы воздух стал чище. Спасибо огромное. Константин Рангс, журналист, пишущий о науке, ученый. С нами был на прямой связи программа «Климат-контроль». До встречи в следующую пятницу. Всего доброго. Хорошего дня. До свидания. Радио Болткома